Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Трума. И сегодня мы будем говорить о Мишкане, и это будет немножко сложная тема, нужно сосредоточиться. Во многом мой урок я взял в комментариях Гаона Равмойша Шапира «Благословенная память праведника». И наша недельная глава начинается с известных слов, и сказал Бог Маше так, «Скажи сынам Израиля, чтобы они собирали мне приношения у каждого человека, того, кто пожелает, берите приношения, и пусть они сделают мне святилище, и я буду обитать среди них». Но сначала давайте разберемся, где мы находимся, наведем резкость, в каком моменте истории. И заканчивается предыдущая недельная глава, как Маше поднялся на горы, был там 40 дней и 40 ночей. Это было после греха Золотого Тельца 17-го Томуза, летом, хотя рассказы о грехе Золотого Тельца ждут на следующей главе. Но, как мы знаем, учат Раши, что нет в Торе до и после, предшествующего и последующего. То есть осенью 10-го Тишрея в Йом-Кипур Всевышний окончательно принимает молитвы Маше Робейну о прощении народа, и Маше спускается вниз, в руках со вторыми скрижаниями, с новостью о прощении народа, и на следующий день передает повеление Бога строить Мишкан. Закончен Мишкан 25-го Кислева, но окончательное возведение было лишь первого Ниссана. И это тоже важная дата для понимания сущности Мишкана. Сфорно, следуя логике Раши, утверждает, что если бы не грех Золотого Тельца, то не было необходимости в Мишкане. В момент получения 10-ти речений народ находился на такой ступени святости, что Бог был готов дать свою шхину повсюду, как сказано, в любом месте, где воззовешь имя мое, приду к тебе. Знатоки сокровенного учения указывают, что изначальный замысел творения заключался в том, чтобы шхина пронизывала всю вселенную и пребывала бы в самом нижнем из миров на земле, чтобы небо и земля представляли собой гармоничное единство. Но затем, как повествуется в Медраше, из-за греха Адам Решона и грехов последующих поколений, шхина отдалилась на седьмой уровень, на седьмое небо. Возвращение шхины начал Авраам, и окончательно, в заслугу Машей Робейну, шхина обрела предстанище в нижнем мире. Но после греха с золотым тельцом, шхина слова отдалилась, и для ее пребывания в нижнем мире понадобилось специально выделенное для этого место – Мишкан. Поэтому Мишкан, как реализация изначального замысла Всевышнего обитать со своими творениями в нижних мирах, был возведен именно первого Несана. Ведь, по мнению Робей Лезера, наш мир был сотворен именно первого Несана. Вот и все сходится. Чтобы воплотить это желание обитать со своими творениями в нижних мирах, Бог создал весь мир, человека в нем, а затем выбрал один народ. Как пишет пророк Ишиягу, народ я создал себе, чтобы о славе моей рассказывали. И это был народ, который Бог очистил в Египте, провел к получению Торы, и этот народ – это мы, евреи. И тут у нас первый раз возникает понятие славы Творца. Относительно дарования Торы сказано, «И осенило слава Всесильного гору Синай». И также написано по поводу Мишкана. «И закрыло облако шатер Откровения, и слава Всесильного наполнила шатер». На языке Торы шхина называется «кавод», буквально «слава и почет». То есть тайна шатера Откровения заключалась в том, что слава Всевышнего, которая пребывала на горе Синай, незримо потом присутствовала в этом шатре Откровения. И тут проясняется написанное в Мишне Перкея вот, «Все, что создал святой Благословен Он, он создал ради славы своей». И сказано, «всесильный будет царствовать во веки веков». И мы тут слышим, как атрибут славы добавляется еще атрибут царствования. Малхут, кто понимает, о чем это. Слава – это раскрытие царства. И Всевышний царь всех царей создал этот мир, чтобы упрочить свое царство. И как он укрепляется, и как нисходит в этот мир? С помощью славы. А именно с помощью проявления своей шхины в этом мире, с одной стороны, с помощью почести и кавода, которые воздаются царю его подданными, то есть нами, его творениями, с другой стороны. Теперь можно сказать пару слов о Мишкане. Одно из чудес состоит в том, что Мишкан соответствует разделению на три части всего мироздания. Мир ангелов, мир небесных сфер и нижний наш мир. Первая часть Мишкана – это кодыш Кадашим. Внутри, за завесой, там ковчег, скрижали и керувы. Они являются колесницей Творца. И это соответствует миру ангелов, которые являются отделенными от материи, скрытыми формами колесницей, престолом Всевышнего. Вторая часть снаружи завесы – это Ихаль, в котором находятся стол, светильник и жертвенник. Они соответствуют миру небесных сфер и сущностей, открыто говорящих миру о славе Бога. Наш мир держится на их движении. Третья часть – Хацер, двор, где стоял медный жертвенник. На нем приносили жертвы, сжигали жертвы. И он соответствует нижнему миру, в котором чередуются возникновения и разрушения. Да, сжигание, огонь. В этом ключе мудрецы Шмотраба объяснили также соответствие материалов строительства Мишкана элементам высших систем. Например, сказано, как наверху серафы, высшие ангелы, стоят, так и внизу стоят столбы из дерева акации. Как наверху звезды на небе, так и внизу ткани и синяя пурпура из червленых нитей, растянутые на золотых крючках. То есть мы видим, что Мишкан в Нижнем мире включал все порядки, все элементы высшей славы, предназначенные для раскрыть славу Творца в Нижних мирах. Благодаря этому высшая слава открывалась во всей структуре здесь, в Нижнем мире. И сказано, и буду обитать среди них. Там мы прочитали. Почему это вообще стало возможным? В первую очередь потому, что все принадлежности и сосуды Мишкана соответствовали частям большого мира, как мы сказали выше. И кроме того, они представляли собой также части малого мира, человека. И поэтому человек еще зовется Мары, храм. В прошлом году в своем видео на эту недельную главу я детально остановился на том, что в храме соответствовало, чему в человеке. Рекомендую посмотреть в моем YouTube-канале «В поисках смысла». И получается, основой святости и самого святилища и нисхождения Шхиины Творца служит именно человек. Если он, освящая себя, исполняя заповеди, идущие от верхнего корня высших миров, и там, то он и сам становится храмом. Внутри него пребывает Бог. И это уже объясняет сказанное «и буду обитать среди них». Но еще пару слов, чуть глубже, чуть сложнее, но зато интереснее. Почему обитатели Земли, человеки, стали важнее бесчисленных ангелов, серафимов, прославляющих своего Творца наверху? Тут Равмоша Шапира предлагает дополнительно разобраться в понятии слова «слава». Как мы помним, слава и почет – это кавот, и однокоренной с ним кавет – это тяжелый. Также и икар означает «почет» и «тяжелый» – якар. Напротив понятия «почет», есть и понятие «никле», «презренный человек». Оно происходит из корня «каль» – легкий. И как почет и слава – это что-то весомое, тяжелое, так и презренность – это отсутствие веса, легкое. Но якар еще имеет значение «дорогой». Золь дешевый, и это также, можно сказать, тяжелый и легкий. И Тора оценивает ценность вещей в серебряных шекелях, как много раз сказано, и будет стоимость в 50-е, там есть 400, да, серебряных шекелей. То есть мы видим, что в самой Торе есть что-то общее между почетом, весом и деньгами. С одной стороны, если предмет стоит дорого, то это придает ему важность кавод. И с другой стороны, кавод, почет и слава также сводятся к взвешиванию, определению веса, значимости, ценности. То есть, по сути, слава означает взвешивание, взвешивание и придание чему-то ценности. В этом взвешивании и кроется весь смысл, почему Всевышний пожелал поместить свою шхину именно в нижних мирах. Обитатели высших миров воспринимают зло, как лишь ложат щету. Там ведь в мире истины все открыто, все понятно, что и что. В отличие от этого, перед обитателями нижних миров, нами, зло предстает изначально как истинная реальность. Один напротив другого сделал Всевышний, так сказал царь Шламов в книге Каэллит. Напротив любого элемента святости есть элемент зла. Он кажется реальным и создан, чтобы позволить человеку реализовать свое преимущество над верхними существами, свою способность выбора. И сила выбора — это способность, данная человеку, чтобы он мог преодолеть свой недостаток. Какой? Восприятие зла как существующей реальности. С помощью выбора и разума данного человека он может судить о двух ценностях, кажущихся равными, и склониться к добру или к злу. И в этом заключается тайна принципа «все, что создал Свевышний, благословен он, он создал лишь для славы святой, своей». Если бы истинная реальность не была скрыта, не было бы месту для славы. Ведь вся ее суть состоит в склонении между двумя кажущимися равными возможностями. Слава или кавод происходит от слова «тяжесть», как мы говорили, но чтобы ее взвесить, нужно что-то положить на противоположную чашу весов. И поэтому наш раздел начинается с этой темы. И говорил Бог Маше так, скажи сынам Израиля, чтобы они собрали мне приношение, у каждого человека, кто пожелает, берите мне приношение. Акт передачи денег во славу Бога – это акт признания ценностей славы, и склонения себя в сторону добра. Поэтому шекель от слова «мешкаль» – вес. И в этом состоит постоянная работа человека – взвешивать и склоняться от истинного позора к истинной славе. Благодаря выбору добра и склонению себя к более весомой, важной, значимой и дорогой стороне, он открывает славу Бога и поселяет шхину на земле. Все непросто. Все в мироздании структурировано, все составляет одну целостную систему и подвержено одной цели – раскрытию Бога в этом мире. У нас важная у евреев миссия и огромного значения функция. Нельзя это забывать. А кто еще не до конца это осознал, нужно быстрее с этим разобраться, чтобы жить осознанно, понимая, в чем смысл жизни. Хорошего окончания дня. Брахава и от слаха. Остаемся и дальше в поисках смысла.